Всем привет! Меня зовут Григорий, я разработчик в Ламоде в команде R&D. И сегодня расскажу про то, как мы разрабатываем кубинацию с оператором и для чего он нам. Немножко о Ламоде. Может кто не знает. Это один из крупнейших на территории СНГ интернет-магазинов, продающих одежду и аксессуары. Мы сейчас работаем на четыре страны. Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Всего у нас представлено более миллиона товаров. И чтобы помочь пользователю найти нужный, мы в команде R&D реализуем систему поиска. Как наш поиск работает с точки зрения сервисов команды R&D? Есть, соответственно, поисковая строка. В нее пользователь вводит запрос. Этот запрос перенаправляется в сервис Query Analyzer. Он подготавливает уже поисковой запрос в каталожный эластик. Этот каталожный эластик подготавливает сервис Content Enrager, который получает продукты и, собственно, готовит обогащенные поля для поиска. Вот эти оба сервиса основаны на словарях. Какие словари мы используем? Вот, например, сервис Query Analyzer. У нас есть слайд для сперрекорректинга, словарь нормальных форм, словарь синонимов и прочие словари. Сервис при старте инициализирует словари. В переменных окружения прописана версия с словарями. Он подтягивает нужные версии словарей и инициализирует свои внутренние структуры. Соответственно, нам иногда приходится обновлять словари. Изначально все это мы делали вручную. Аналитик подготавливал и собирал новую версию словаря. Разработчик обновлял конфиг и ждал, пока администратор запробит коммит с обновленным конфигом. И только после этого мы могли редеплоить сервис. Естественно, нас это не очень устраивало. Во-первых, это мануальный процесс. Во-вторых, так как в него включено минимум трое человек, то он может затянуться на достаточно продолжительное время. Вплоть до нескольких дней. Поэтому мы начали рассматривать варианты автоматизации и обновления словарей. Первый вариант, который мы рассмотрели, это было самообновление для сервисов. Мы его сразу же отмели. Тут проблема в том, что все сервисы, которые мы на тот момент использовали, были написаны на Python. А процесс инициализации словарей в CPU-интенсиве достаточно. Так что если сервис начинает инициализировать словарь, то свою первостепенную задачу он не может уже выполнять. Например, сервис Query Analyzer должен обрабатывать пользовательские запросы. Для него инициализация словарей составляла до пяти минут. Второй вариант. Мы начали экспериментировать с USGI. У нас был план запустить новый воркер, когда обновляются словари, чтобы в этом новом ворке сервис инициализировал эти словари, а потом переключать все запросы на новый воркер. Тут проблема в том, что, во-первых, USGI пришлось бы конфигурировать для каждого сервиса. Во-вторых, этот подход не масштабируется на, например, сервисы, написанные на Go. А у нас сейчас политика, что мы пишем все новые сервисы как раз на Go. Так что мы начали, в общем, мы продолжили ресерч темы, пытаясь найти такой подход, с помощью которого мы можем спокойно масштабировать обновление словарей на сервисы, вне зависимости от того, на каких технологиях они написаны. И, кажется, нашли кубернетис-операторы. Что такое оператор? Начнем немножко издалека. В кубернетисе есть две основные концепции. Это ресурсы и контроллеры. С помощью ресурсов пользователь определяет желаемое состояние кластера. Например, есть ресурс Replicaset, с помощью которого можно определить желаемое количество реплик сервиса. А контроллеры, собственно, поддерживают желаемое состояние, в том числе основываясь на ресурсах. Например, есть Replication контроллер. Он мониторит ресурсы Replicaset и запускает и поддерживает в кластере желаемое количество реплик сервиса. Одна из особенностей Кубернетис – его достаточно легко расширять. Например, собственный ресурс можно определить с помощью чьего ресурса – Custom Resource Definition. В нем можно указать группу желаемого ресурса, его версию и валидацию полей, которые будут входить в данный ресурс. Для разработки контроллеров есть практически уже ставшая стандартным библиотекой контроллер Runtime. Она предлагает собственную структуру контроллера. В ней есть компонент Informer. Это компонент, который мониторит API-сервер Кубернетиса на наличие желаемых событий. Например, создание, обновление или удаление ресурса. Но вообще, на самом деле, помимо Informer здесь может быть другой объект, например, канал обычный. То есть мы можем подписаться на события, например, с внешнего сервиса. Если событие такое находится, оно, соответственно, ложится в очередь. И третий компонент контроллера – это Reconciler. Это там, где реализуется основная логика контроллера. Он берет, соответственно, запрос и применяет к нему эту логику. Если мы объединим кастомные ресурсы и контроллеры, которые им управляют, то мы получим оператор. В концепции оператора кастомный ресурс представляет из себя конфигурацию Stateful приложения, а контроллеры управляют им. Например, контроллеры могут реализовывать репликацию, обновление приложения или восстановление после сбоя. Ну вот сейчас популярный пример операторов. Практически для каждой базы данных есть свой оператор. Для Elastica, для Postgres, для Redis. Там ресурс представляет из себя конфигурацию для запуска данной базы. Например, сколько реплик нужно запустить. А контроллер реализует функционал. Например, репликация, восстановление после сбоя, бэкап, прочее. Какие сейчас есть инструменты для разработки операторов? Я бы их разделил на два типа. Это фреймворки и СДК. Фреймворки. Самые популярные. Мета-контроллер, КОПФ. Пользователь определяет свой кастомный ресурс. И с помощью хендлеров назначает на события, связанные с этим кастомным ресурсом, определенную логику. Тут проблема в том, что фреймворки полностью прячут от пользователя реализацию контроллера. А вообще, помимо контроллера, в оператор еще входит менеджер контроллеров, так как в операторе может быть несколько контроллеров. Аналогично менеджер контроллеров также прячет от пользователя. Проблема в том, что, например, если мы захотим сделать, например, подписку на события из внешних сервисов, а не стандартное поведение, как подписка на события из API-сервера Kubernetes, то с фреймворками это будет достаточно сложно. Нужно будет что-то хакать и, собственно, изучаться. Аналогично, если мы захотим сделать коммуникацию между контроллерами, так как у нас нет доступа к менеджеру контроллеров, это будет сделать достаточно сложно. Если мы хотим сделать что-то нестандартное, то вместо фреймворков лучше посмотреть на SDK. Сейчас самые популярные QBuilder и операторы SDK, они оба основываются на контроллере Runtime и представляют из себя Command Line утилиты для тестирования, запуска оператора локально и, собственно, для кодогенерации. Различия между непосредственно Command Line утилитами достаточно небольшие. QBuilder умеет генерировать Admission Webhook сервера, например, а в оператор SDK входит уже готовый фреймворк для end-to-end тестов. Основное отличие это то, что оператор SDK является одним из компонентов более большого фреймворка, оператор-фреймворк, в который помимо него входит Lifecycle Manager, это компонент для обновления операторов и оператор-материнг, это компонент для мониторинга операторов. В общем, да, нам показалось, что мы можем что-то использовать из операторов и мы выбрали, соответственно, его. Как создать новый проект с помощью оператора SDK? Есть команда new, она создаст проект с готовой структурой. В ней есть директория cmd, там, собственно, содержится main package, то есть файл, который запускается, и в нем инициализируется менеджер контроллеров. Есть директория deploy, в ней находятся манифесты оператора, RBAC ресурсов и CRD, а также директория package, в которой, собственно, лежат наши кастомные ресурсы и контроллеры. Добавить новый ресурс можно с помощью команды adapim, будет сгенерирован темплейт нового ресурса. Основное, что там есть, это спека ресурса, это те поля, которые будут доступны пользователю, и статус ресурса. Если мы обновим спеку ресурса, нужно еще будет исполнить команду generate-create-s, чтобы манифест обновился, во-первых, а во-вторых, другие кодезгенерированные файлы также обновились. Создание нового контроллера. Есть для этого команда add-controller. Опять же, создается это темплейт с контроллером. Основное, что там есть, это метод add, в котором инициализируется контроллер, и информер подписывается на желаемые события. И объект reconciler с методом reconcile, в котором реализуется основная логика контроллера. Он принимает на вход request и отдает result и ошибку. Тут важное замечание, что если result возвращается с полем req true, или возвращается ошибка, то запрос возвращается обратно в очередь. Это может пригодиться, например, в таком случае. Если есть долгая блокирующая операция, то, чтобы reconciler не зависал на одном запросе, а обрабатывал следующее, мы можем отправить эту операцию в гору тину и вернуть result с полем req true. Теперь, возвращаясь к нашему из-кейсу. Перед нами изначально стояла задача. Мы хотели при обновлении словаря уметь делать rolling update всех сервисов, которые зависят от данного словаря. Изначально мы к этому подошли следующим образом. Разделили логику на два компонента. Между двумя компонентами. Во-первых, у нас есть dict-сервис. Это сервис, через который производится обновление словарей. В нем исторически находилась логика по реиндексации эластика. В оператор мы поместили логику по обновлению сервисов. Он, соответственно, мониторит желаемые версии словарей. В контроле реализуется маппинг от сервиса к словарям, которые он используется. И там же была логика по определению, когда нужно обновлять сервис. Соответственно, после определения, какие сервисы нужно обновить, оператор делал их и деплой. И поначалу у нас вроде как данный подход полностью устраивал, но появились новые требования. Нужно было уметь деплойить сервисы в определенной последовательности. Сначала мы должны были деплойить enricher, после этого делать реиндексацию, и только после этого деплойить query analyzer. Проблема с текущим подходом в том, что часть логики по реиндексации находится в dict-сервис, а часть логики по реиндексации сервисов, собственно, определения, какие сервисы должны реиндексации, находятся в операторе. Соответственно, чтобы удовлетворять данному требованию, нам пришлось бы в оператор захарткодить знание, что dict-сервис умеет делать реиндексацию, и, соответственно, чтобы оператор вызывал реиндексацию. В определенные моменты. То есть, получается, что у нас логика одного компонента знает о логике другого компонента, что не очень хорошо. Создается высокосвязанная система, и в будущем ее будет сложно поддерживать, когда мы будем добавлять новые сервисы, новые словари, или просто изменять логику. Поэтому мы решили перенести логику в один компонент, либо в оператор, либо в dict-сервис. Мы же пошли со вторым вариантом, потому что логику в dict-сервис легче поддерживать. Если бы логика была в операторе, то разработчик, помимо того, чтобы понимать логику, должен еще был бы разобраться в механизме оператора, что усложнило бы поддержку логики. Как у нас оператор работает на данный момент? Есть сервис dict-сервис, в котором реализуется вся логика, индексация и маппинг сервисов к словарям желаемому. Оператор слушает ручку, которая возвращает уже готовый маппинг от сервиса к желаемым словарям и актуализирует сервисы. Если посмотреть детальнее, то помимо того, что мы из оператора вынесли всю логику в dict-сервис, мы сделали еще одно улучшение. В прошлой версии у нас был один контроллер, который сильно разросся, так как он осуществлял, во-первых, мониторинг словарей. В нем была также логика по определению, какие сервисы нужно обновлять и, собственно, непосредственно деплой сервисов. Это большой контроллер достаточно сложно поддерживать. Во-первых, сложно его тестировать. Во-вторых, если пользователь захочет изменить небольшую часть логики, ему невольно придется разбираться в оси остальной логики. Поэтому мы разделили его на несколько маленьких контроллеров, каждый из которых отвечает за свою небольшую функцию. Первый контроллер у нас – монитор-контроллер. Он непосредственно мониторит желаемые словари, версии словарей для сервиса. Для каждого сервиса есть объект – search-сервис. В нем есть поле «Статус», в котором мы храним версии актуальных для этого сервиса словарей. И в контроллере сравниваем, соответствуют ли желаемые версии словарей с актуальными версиями. Если не соответствуют, то пишем ивент в канал. Второй контроллер – апдейт-контроллер. Он подписан на этот канал, и, собственно, в нем реализуется функция по редеплою словарей. Если редеплою не удался, то он делает роллбэк на старые версии словарей, но в любом случае отправляет нотификацию в дикт-сервис о успешности или неуспешности обновления. Как мы тестируем оператор? У нас есть три уровня тестов. Это, во-первых, юнит-тесты. Мы пишем обычные Go-тесты с помощью тестинг-пакета. Есть то, что мы называем контроллер-тестами. Мы их пишем с помощью фейк-клиента из библиотеки контроллер-рантайм. И есть end-to-end-тесты, написанные с помощью end-to-end тестинг-фреймворка из оператора SDK. Контроллер-тесты. В чем их особенность? С их помощью мы можем тестировать функционал, который требует рабочего кубернации-кластера, но без запуска данного кластера. На примере теста на создание диплоймента. Сначала мы регистрируем наш кастомный ресурс, search-сервис. Создаем фейковый клиент с инстансом этого сервиса в кэше. Инициализируем реконсайлер с фейковым клиентом и вызываем тестируемый метод reconcile. После чего ожидаем, что диплоймент будет создан. End-to-end-тесты. Они, собственно, похожи на контроллер-тесты, но в отличие от них требуют уже рабочего кластера и реально установленного там оператора и прочих необходимых для него ресурсов. Изначально мы, опять же, регистрируем наш кастомный ресурс, инициализируем кластер. На данном этапе как раз туда устанавливается оператор, туда устанавливаются все необходимые нам ресурсы, R-bug и прочее. После чего мы можем просто создать инстанс нашего кастомного ресурса и ожидать, что диплоймент будет создан. По завершению теста нужно еще вызвать метод context cleanup, чтобы тестовый namespace почистился от всех созданных ресурсов. Юнит-тесты и контроллер-тесты мы запускаем просто с помощью go-test, а end-to-end-тесты нужно запускать с помощью команды test-local. Она как раз инициализирует оператор и тестовый namespace. Все наши сервисы мы упаковываем в хелм-чарты. Оператор не исключение. Непосредственно хелм-чарт ставит только диплоймент оператора. Но там еще есть директория files, в которой лежат ресурсы для R-bug и наш custom resource definition. Мы положили custom resource definition files, потому что его достаточно проблематично устанавливать непосредственно с помощью хелм-чарта. Там есть специальный хук install.crd. Он устанавливает ее при первичной установке, но если мы будем обновлять чарт, то будет возникать ошибка. Все сервисы мы также устанавливаем через чарты, все сервисы для оператора. Общие между ними только ресурс search service. Все остальное, все остальные ресурсы индивидуальны для каждого сервиса. В итоге, что мы получили? Изначально у нас была процедура, состоящая из трех этапов, в которую входили минимум трое людей. Сейчас у нас есть пользовательский интерфейс со списком словарей. Рядом с каждой версией словаря есть кнопка для диплоя словаря. То есть, вместо того, чтобы задействовать трех людей, аналитик может просто войти в этот сервис и нажать кнопку диплоя нужного словаря. Полезные ссылки, что я могу порекомендовать еще почитать про операторы. Во-первых, есть ресурсы со списком готовых операторов. Это оператор Hub и Cube Dex. Есть отличный тьюториал про Cube Builder. Но там не только по Cube Builder, но и много деталей по контролю Runtime описано. Так что рекомендую его в любом случае, вне зависимости от того, что выберете вы Cube Builder или оператор SDK. И есть на хабре мой тьюториал про операторы SDK. Там описано реальное создание оператора. Как можно с помощью него создать оператор. На этом все. Если у кого-то есть вопросы, то можете задавать. Григорьев, спасибо огромное. Коллеги, вопросы? Смелей. Все-таки затумчивые. Привет, спасибо за доклад. У меня два коротких вопроса. Первое, они выглядят, то есть работа крутая, но процесс не решался вопрос. Нельзя было аналитику показать, где нужно там версию поднять и ручку выдать где-нибудь в системе, чтобы он дергал ее и деплойал. Вот так же, как вы сделали в конце. Ну, тут проблема больше с безопасниками, что у нас нет доступа для аналитиков к конкретным ресурсам. Ну, окей, то есть процесс, но она не решалась. И второй вопрос, а вот эта логика вместо оператора, можно было ее снаружи на хельме накрутить? То есть это последовательно три деплоя, трех сервисов, роллинг апдейтем. Ты сейчас решаешь оператором, снаружи хельмом каким-нибудь кодом обернуть это бы, типа, сложнее было бы сделать? А снаружи в смысле? Тут же дело в том, что все равно код должен был бы дергать API сервера для создания ресурсов. То есть как бы это и был бы оператор по сути. Ну, просто теперь у вас какие-то сервисы, которые через особый оператор деплоятся, это немножко вхождение осложняет в этот сервис. Нет? Не очень понял, да? Ну, я поясняю. То есть у тебя три сотни, четыре сотни сервисов, и вот один деплоится через оператор. Потом другой деплоится через другой оператор. Третий деплоится через четвертый оператор. И как бы теряется однообразность, разработчикам сложно между ними переключаться. То есть как бы мне кажется, это немножко такая тропа опасная. Да, просто этот оператор решал конкретную проблему – обновление словарей. Другие сервисы, которые, соответственно, не используют слова, и они не используют оператор. Окей, ладно, спасибо, я понял. То есть выклады кейс, которые вы закрыли вот таким образом. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Расскажите, пожалуйста, вот вы все, весь этот код вы храните где? В GitLab, в GitHub или еще где-то? Ну да, у нас этаж есть. То есть это какой-то локальный репозиторий? Да. А у вас завязаны какие-то процессы CI-CD-NET? Ну, есть, мы используем бамбу, есть план для выкатки оператора. А вот эти вот кнопки, которые вы на последнем слайде показывали, на предпоследнем, они как-то взаимодействуют с этими CI-CD? Нет, 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 они исключительно взаимодействуют. То есть, ну вообще, как они работают? Аналитик нажимает на кнопку, обновляется база данных, соответственно, в ручке появляется новая информация, оператор дергает эту ручку, получает информацию о желаемых версиях словарей, и, собственно, дальше работает его логика. То есть это, получается, есть где-то еще некое внешнее промежуточное хранилище между, собственно, самим кодом и вот этими процессами диплоя? Ну да, собственно, база. Да, все понятно, спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Я, честно говоря, не понял необходимость внедрения оператора, потому что вы рассказывали о проблеме, что вы диплоите свои лавари сразу же вместе с самим сервисом. Какая-то вот такая суровая необходимость, вот этот вот огромный неповоротливый словарь диплоить вместе с сервисом, вот мне она непонятна, честно говоря. Например, можно там, не знаю, кластерный мемкэш какой-нибудь развернуть. Целая куча других решений, которые не подразумевают использование оператора. И вот, опять же, человек говорил о том, что использование оператора усложняет работу разработчикам, и более того, это уменьшает надежность самого оркестратора. То есть целая куча проблем, которые появляются из внедрения оператора. Вот мне интересно, почему именно оператор? Вот можно было же просто разлить ее просто другими сервисами. Это реально решаемая проблема, если хорошенько посидеть и подумать. То есть тут изначально дело в том, что сервис не стилизирует словари. Это нужно, соответственно, для быстроты работы сервиса. Если словарь хранится во внутренней структуре, он, соответственно, быстрее работает. Ну, то есть, понятно, не нашли способы решения не через оператор? Или просто через оператор реально оказалось проще? Ну, все, собственно, другие способы, которые мы рассмотрели, нас не очень удовлетворяли. Ну, ладно, спасибо. Раз-раз. Спасибо за доклад. Мне интересно, как решаете проблему диплоя кастом ресурс дефинишн? Да, собственно, мы никак его особо не решаем, устанавливаем его вручную. Как я уже писал, есть действительно проблема, что в Helm 2 его приходится устанавливать через install CRD. Так что при обновлении возникают определенные сложности. Ну, там в любом случае нужны права кластера админа для того, чтобы добавлять кастом ресурс дефинишн. Меня интересует проблема безопасности. Вы диплоите их отдельно как кластер админом, да? Так, окей, да, по безопасности конкретно я не могу ничего сказать, потому что я в этом не разбираюсь. Я как бы разработчик оператора. Спасибо. Да. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вопросик, а что будет, если ошибочные данные попадут? Как с этим справится оператор? Ошибочные данные… В базу. В базу? Ну, в смысле, несуществующие слова. То есть все что угодно, то есть какие-то связи неправильные, то есть человек ошибся, забавлен. Вот если конкретно версия словаря не существует, то сделается роллбэк старой версии. Если проблемы со словарями, то сейчас у нас это решается на уровне сервисов уже. Понятно, спасибо. Спасибо за доклад, Максим Мальчук, компания Сбербанк. Подскажите, пожалуйста, вот вы в самом начале говорили, что вы пытались решить проблему, что словари деплоются очень долго, там, 5 минут вы говорили, или сколько? Ну, не совсем. Не имеет значения сколько, вы не рассказали, насколько вы решили эту проблему. Да, ну, проблема не была в этом, на самом деле. И я говорил, что проблема была в том, что, во-первых, это ручной труд, во-вторых, так как люди вручную деплоили, собственно, словари, то процесс сам затягивался, там, до нескольких дней. То есть, проблема в том, что сервис инициализирует словаря несколько минут, непосредственно нет. Спасибо. То есть, тут же делается роллинг-апдейт сервиса, и сервис, который инициализирует словарь, просто не работает. Здравствуйте, меня зовут Ильяков, паня Солови. Скажите, пожалуйста, вы решили в данном случае, я так понимаю, частный вопрос деплоимента с точки зрения бизнес-логики. А не думали, что, к примеру, будет удобнее, проще, как вот только что был один человек, который задал вопрос, чтобы логика основывала теплое, и шла больше через бизнес-логику, там, то же самое, как бы аппи это все дело обвернуть, но не писать еще отдельную сущность. Спасибо. Опять же, я не очень понял подход описанный. Ну, подход к данному случае, что принцип нарушения единообразности самого деплоя. То есть, может быть, это было проще вынести, как вот бизнес-логику в само приложение, что вот есть такой вот кастомный контент, его, скажем так, проще, обвернуть, там, через аппи вызвать, там, как-то. А в смысле нарушения единообразности, что вот эти сервисы деплоятся как отдельный ресурс? Да, да. Ну, это вас не смущало, там, я самую команду в процессе? Нет, ну, кажется, я не знаю, я не вижу в этом проблемы. Спасибо. Добрый день, Бушков Эмир, Ау Сбербанк. А могли бы мне подсказать, вот чем лучше данный способ от способа с использованием Дженкинса, допустим? Ну, то есть, опять же, как вы описываете, я понимаю, что имеется в виду, что аналитик должен иметь доступ, собственно, к Дженкинсу. Да, все верно, да. Но у нас это не так немного работает. То есть, у нас аналитик имеет доступ только к езер-энтерфейсу уже конечному, где он может только собрать все слова и задеплойить ее. Он не имеет доступа ни к конфигам, соответственно, все конфигурации мы храним в репозитории у нас, во-первых. А аналитик не имеет доступа к этому репозиторию. Я понял. Ну, допустим, к примеру, если сделать какой-нибудь жабу, который будет делать, собирать результаты, собственно, да, вот, куда-нибудь их выкладывать, например, увязать сканфлюенс как-нибудь. Этот способ, который у вас какое преимущество? То есть, это же только часть, то есть, а джаба, она в смысле должна реализовывать всю логику, и деплой сервиса, и дальнейшую индексацию, то есть, это, кажется, довольно сложно. Это как хак выглядит. Мне кажется, в виде приложения оформить эту логику намного легче, и легче потом это поддерживать. Понятно, нет, хорошо, окей, спасибо. Спасибо. А скажите еще, вот, вот вы организовали, я просто не с самого начала, к сожалению, пришел, да, вот вы организовали это во внутренней среде, да, то есть, это все локально крутится у вас? Ну, на нашем кумерно-циклассе, да. Да, окей, хорошо, спасибо. Здравствуйте, Тимур, меня зовут, Диана Телеком. Есть вопрос, может быть, он очередной вопрос на тему целесообразности решения, но, возможно, мой вопрос разрешит. Ладно. А интерфейс, которым пользуется бизнес-аналитик, это унифицированный интерфейс для подобных задач, или это отдельный, то есть, вот, отдельный какой-то вот интерфейс, созданный конкретно для этой задачи, или у вас есть унифицированный интерфейс, в котором собраны… Окей, да, есть, смысл того, что есть сервис, собственно, интерфейсом, в котором аналитик работает непосредственно с лаваями. В этом же интерфейсе добавлено, соответственно, там… Спасибо. Ну, раз вопросов нет, коллеги, спасибо большое. Григорию огромное спасибо за такую классную сессию вопросов и ответов. Спасибо. 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 Спасибо.